Добрый вечер. Тяжелая игра для нас. Дома мы обязаны выигрывать. Практически все игры в этом сегодня мы дома выиграли. Тяжелый месяц, январь. У нас самый тяжелый месяц. Тяжелейшие соперники. Сегодня пошли с составом, который мы готовим на будущие игры. У нас через день очень важная игра. И потом еще одна важная игра. В пятницу сильнейшие соперники. Где-то потеряли игровой тонус. Тяжело вошли в игру. И по ходу игры старались добавить и в движении, и в агрессии, и в спортивной злости, чтобы вылезти на ворота, забить голы. Соперник хорошо сыграл. Свежие ребята вышли у соперника. Системно сыграли. Быстрые ребята проявили такое сумасшедшее желание, волю к победе. Поэтому поздравляю соперника с победой. Заработали сегодня очко. Дорогого стоит. В это же время хорошо поговорили в раздевалке с командой. Услышали друг друга, что нам нужно улучшить с учетом будущих игр, с учетом плей-офф. У нас формируется состав на плей-офф. Мы смотрим уже детально по каждому игроку. Даем возможность играть всем, чтобы сделать выводы по игре. Здесь нам только нужно добавлять, вернуться еще сильнее в следующей игре. Я думаю, что мы увидим совершенно другую команду в следующей игре. Совершенно другую самоотдачу. Для нас сегодня важный день в преддверии для рождения Алексея Борисовича Миллера, который все делает для нашей команды. Он поддерживает и всегда на связи, помогает нам во всем. Поэтому мы должны в следующей игре поздравить Алексея Борисовича с днем рождения и проявить те качества, которые нам нужны для побед. Сейчас для нас самое важное в целом – это подвести всех к общему знаменателю, физически, морально, к плей-офф. И будем над этим работать. Нам есть над чем работать. Но в это время мы очень довольны тем, как мы провели январь. Если подвести итоги января, мы прошли достойно. Я ожидал, что будет еще намного тяжелее. Очень тяжелый у нас месяц. Самый тяжелый месяц у нас в сезоне. Но в это время мы увидели много интересного, пищи для размышлений, потому что в таких тяжелых играх на фоне усталости. Где-то мы потратили очень много эмоций в этом месяце, много сил потратили. Но у нас есть резервы, у нас есть ребята, которые готовятся. У нас там и травмы, сотрясения разные. То есть ребята играют на пределе. Но сегодня не показали той игры, которую мы ожидали. На это есть свои причины. Мы их разобрали и идем дальше, работаем дальше. Готовим к следующей игре против «Айрозавского локомотива». Спасибо. Спасибо большое. Вопрос. Роман Борисович, добрый вечер. Вот встречались самые атакующие команды КХЛ и 1-1 в основное время. Вот чем вы такую голевую, скажем так, скромность объясните? Ну, вы знаете, здесь, если посмотреть на количество забитых голов, вот мы такой психологический барьер сегодня преодолели. Забили 200-й гол, чем я поздравляю всю команду. Всех огромную благодарность болельщикам наших, которые нас поддерживают. 200 голов забить, это дорогого стоит. И здесь системные команды, знаете, которые играют и здорово в обороне, и в атаке. Обе команды сыграли системно, очень хорошо сыграли вратари. И здесь надо отдать должное Владу под Ипольскому, он сегодня героически бился как лев. И вот это очко, это во многом его заслуга, то, что мы заработали сегодня важнейшее очко, с учетом той игры, которую мы сегодня показали. И надо отдать должное вратарю, и поблагодарить наших болельщиков. Это система, да, это здорово играем в обороне, и соперник здорово сыграл в обороне, то есть пятеро в обороне, пятеро в атаке. Поэтому это радует то, что мы улучшаем многие вещи по игре в обороне. Сейчас нам нужно улучшить атаку, забить больше голов. Еще такой вопрос. Вот сегодня, условно, торпеда, вчера, который, ну, такие хоккейные романтики, да, бегут, быстрые передачи, а вчера локомотив, завтра локомотив. Вот как ваша команда перестраивается под таких соперников? Перестраивается ли? Конечно, мы перестраиваемся, у нас есть тактическая вариативность, нам нужно потянуть игровую дисциплину. Мы опять играли полыгры в меньшинстве. Ребята пластаются, не пропустили в меньшинстве. Соперник вышел свежим составом, они дали отдохнуть своим лидерам. Здесь свежесть повлияла, и игровой тонус. Они сейчас в игре, мы готовились уже к этой серии, и тяжело вошли в игру. Это, в принципе, ожидаемо. Но в это время не выполнили полностью установку. То, что мы договаривались делать, мы не выполнили. Поэтому и такой результат на сегодняшний день. Поэтому я бы не сказал, что какие-то хоккейные романтики. Знаете, в хоккее, да, есть романтика, это голы. Забиваем много голов, соперник много забивает. По забитым голам я не смотрел, честно, на каком месте торпеда в лиге. Надо посмотреть, Антон, ты в курсе, на каком месте он в лиге по забитым. Я знаю, что мы на первом месте по забитым голам. Торпеда на третьем. Ну вот это говорит то, что это есть... Весь смысл хоккей, это забивать голы, радовать болельщиков. И то, что мы забиваем много соперников, это очень здорово. Но здесь нет места для авантюризма. Есть всегда креатив-импровизация в зоне атаки. Но вы видели, как они забили сегодня гол. Это бросок защитника, подставление. Там нужно было просто сыграть по системе, сделать бокс-аут нашим защитникам. Мы это все разберем. Не бывает игры без ошибок. Мы это все улучшим. Но нам нужно улучшать количество забитых голов. Здесь надо понять, что сезон очень длинный, тяжелый. То, что мы 200 голов забили, это хороший рубеж. Но сколько мы не забили, мы могли еще 50 голов забить, если бы мы более ответственно относились к нашим голевым моментам. Более нацеленно и по-мужски. Поэтому мы это добавим все. У нас есть резервы. Будем больше забивать. И меньше нам нужно удаляться. Еще раз, игровая дисциплина во всем. Мы не можем столько играть меньше. То, что мы идем на первом месте и столько удаляемся, мы по удалениям на первом месте в лиге. Из тех команд, которые вышли в плей-офф. Выходят в плей-офф. Там еще хорошая конкуренция между всеми. Но это недопустимо. Нам нужно просто убирать из удаления в преддверии важнейших игр. И это даст нам эти силы забить голы. Потому что мы играем постоянно в меньшинстве. Пол игры играть в меньшинстве. Ребята пластаются, получают травмы. Рушится ритм игры. И тяжелее забивать. Поэтому нужно направить всю энергию на голы. Лучшее меньшинство это игра без удалений. Уточнение, после сегодняшней игры они на втором месте по забитым голам. И на втором месте в западной конференции. Это я видел. Роман Борисович, когда Вы сегодня увидели заявку торпеда, там не оказалось многих ведущих игроков. Было ли это для Вас неожиданность? Вы знаете, когда в команде есть система, как вот у нас есть своя система, здесь не имеет большого значения выбор состава. Если все ребята играют по системе, то можно добиваться победы любым составом. То, что мы доказывали в этом сезоне не раз. Мы играли ребятами из высшей кейн-лиги, молодыми играли. У нас сегодня лидеры нашей команды, это молодые ребята, это 2001 года рождения, 2002 года рождения играют ребята. У нас молодая команда, такая же, как у торпеда. Но это дало им где-то преимущество, понятно. Свежесть. В хоккее очень важная вещь. Такая свежесть и дерзость такая. То есть молодые, дерзкие сегодня вышли, ребята, глаза горели. Здесь любому нашему игроку, несмотря на регалии, прошлые победы, не имеет значения. Есть только вот одна игра, и в это нам нужно добавлять. Также мы должны выходить против любого соперника, не смотреть на какие фамилии, не смотреть на состав, отталкиваться от своей игры. Это то, к чему будем стремиться улучшать. Будем все это улучшать. Будем работать. Работа, дисциплина, все улучшим. Да, здравствуйте, Роман Борисович. Прямо ощущение, что сегодня без магии не обошлось. Невероятное количество голевых моментов было сегодня у вашей команды. Гол забили всего один. Ни одного реализованного булита. Давненько, честно говоря, такого не было. Я помню Кулебакова еще на чемпионате мира в молодежном, когда мы играли. Капризов играл в 2014-2015 год. Он в 2015-2016, да, извините. Я помню, он играл за белорусов. Мы тогда молодежи сборной ели ему забили. Он очень хороший воротарь. Он очень здорово передвигается между штангами. Хорошая реакция. Сегодня он сыграл феноменально. Свежий вышел, он давно не играл. Он давно не играл, и где-то, может быть, он подустал. Когда мы играем в Нижнем Новгороде, он пропустил такие голы, которых, в принципе, он никогда не пропускает. Я вышел свежий и вырвал победу. Только могу проявить уважение. Здесь все мы видим, что воротарь торпеда сыграл все феноменально. Так же, как и Влад подъяпольский. Ничем ему не уступил. Он сыграл тоже феноменально. Воротари сыграли, если так посмотреть на все игры и моменты, и у торпеды было очень много моментов. Это тоже команда, которая создает много моментов. В феноменале сыграли вратари. Поэтому такой счет от этого. Моментов было очень много. Вот еще вопросы. Роман Борисович, добрый вечер. Антон Буялов, Мире спорта. Вопрос такой. Вы уже много сказали, что Владислав Подъяпольский сегодня, можно сказать, заработал очко для вашей команды. Кульбаков тоже сыграл прекрасно. Играли сегодня две системные команды. А система, можно сказать, что система торпеда сегодня победила систему СКА? Можно так сказать, конечно, потому что они выиграли игру. Всегда побеждает система. Всегда побеждает система. И система, они похожи. Я вам уже обсуждали. Тренер, который работает в штабе Лорионова, Андрей Козырев. Мы с ним в свое время здесь, в Питере, сидели и создавали по деталям. По деталям с другими тренерами, с нашими. Создавали нашу систему. Да, у нас уже в систему внесены многие новые элементы, которые мы добавляем постоянно. И у нас система совершенствуется. Но это похожие системные команды. Играют не в атакующих, как я и слова, а именно в современный агрессивный хоккей, где играют пятеро в обороне, пятеро в атаке. Это агрессивные команды. И агрессивная средняя зона. Это отличная игра всей команды, всех игроков на команду. Пятером играется. Это не пассивная игра. Это самый современный хоккей. Чем больше будет таких команд у нас в лиге, тем лучше будет для развития игроков. Потому что в таком хоккее игроки развиваются. Им приходится двигаться. Это очень важная часть физическая подготовка. Питание. На все нужно обращаться. Это современный хоккей. Это только атлеты могут играть. То, как мы провели предсезонку. То, как мы тренируемся. Мы знаем, что мы очень большой объем работы проводим. Каждый клуб имеет право на свою систему. На сегодняшний день это две самые забивающие команды в лиге. Это не просто так. Это огромная работа. Обеих команд. Тейнские штабы, которые работают. А мы будем улучшать. Да, все. Мы будем все улучшать. И, может быть, встретимся с торпедой в плей-офф. Потом будем готовиться. Томан Борисович, как тренера СК понятно, что поражение никогда вас не радует. Но как человека, который развивает хоккей в России и в мире, который свой выходной в 10 утра на Красной площади вместе с детишками тренируется, тот факт, что в лиге появляются такие команды, такие системы клубные, которые в состоянии даже при минимуме шайб порадовать болельщиков прекрасной игрой. Он вас именно как хоккейного функционера радует, то, что уровень лиги доходит до такого, что просто вот такой матч, где мало шайб, он является каким-то кулинарным шедевром для болельщиков. Важно, чтобы наши игроки развивались. В пассивном, стоячем хоккее они не развиваются. Это факт. Чем больше будет таких тренеров, таких команд, которые будут в агрессивный хоккей с таким движением. Сейчас все больше и больше команд так играют. Не только торпеды СК. Сейчас уже многие команды элементами так играют. И чем больше мы будем так все играть, тем нам будет легче потом на международном уровне выйти, обыграть Канаду. И мы будем все вместе работать, потому что мы все вместе развиваемся. А такие игры, конечно, от ножа в таким сумасшедшем движении, это нас тоже развивает. Это тоже нас развивает, наших игроков. Им приходится двигаться, больше бегать. И это их развивает. Важно иметь игроков в составе, которые могут выполнить такую систему. Сначала у нас система, потом мы подбираем исполнителей под эту систему. Это ребята с хорошим катанием все, физически хорошо подготовлены, с хорошим игровым мышлением. Могут владеть шайбой. То есть у нас идет прогресс. Конечно, всегда хочется большего. Хочется выиграть каждую игру. И мы к этому стремимся. Поэтому у нас есть хороший результат на сегодняшний день. В целом. Мы говорим даже про январь. В целом мы работаем правильно. Но нам нужно многие вещи улучшить перед плей-офф. Мы их улучшим обязательно. И будем еще сильнее, еще лучше двигаться, больше забивать. Больше забивать и играть в обороне еще лучше. Мы к этому стремимся. Нет предела совершенству. Роман Борисович, по поводу совершенства. На самом деле, передача Пидана, надо было исхитриться, на 30 метров выдать в крюк, когда Яшкин забрасывал. Все-таки вот такое тренируется? Или сиюминутное что-то? Оцените вообще это его действие. Это правильное решение. Это игровое мышление. В этом случае Пидана. Там и Марат Хусенин здорово отдал Пидану. Яшкин здорово открылся. Командное взаимодействие. Все сыграли командно. Конечно, мы все это, все, что мы показываем на играх, мы все это тренируем. Это те упражнения, которые мы внедряем постоянно. И это зеркальное отторжение нашего тренировочного процесса. Как мы играем, мы в следующей игре покажем тот уровень, на который мы способны. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...